А мы уже точно прокинулись из нашего госта, Евгения Дулько, организатор конкурса «Организация публичного простору», сегодня у нас в гостях. Ну что ж, я вас рад и витаты по поводу этого конкурса. Что, как, как родилась идея, потому что, когда выходил на разных людей, на организаторов, мне все говорили, это Женя, это Женя. Она писала проект, она утверждала, она знает больше всего. Рассказывайте по поводу проекта, на кого он рассчитан и вообще, есть ли уже, возможно, какие-то варианты, идеи. Да, то есть история этого проекта, который вылилась в конкурс, она, конечно, уходит немножко раньше, она появилась не только сейчас. В принципе, мы видели нашу соборную площадь, она сейчас начинает свою жизнь с нового листа, то есть там все убрали, убрали постаменты, памятники. За несколько лет она просто модернизировалась. Да, появилось новое название, да, то есть теперь мы поняли, в принципе, как агенция, что это место, которое сейчас пока не имеет какой-то новой идентичности, имеет только старую, поэтому стоит над этим поработать. Это был первый тезис. Потом было понимание того, что есть городской глава, и он хотел, уже давно об этом говорил, провести архитектурный конкурс и, в принципе, запустить процесс реконструкции соборной площади. Это долгий, длительный процесс. Ну да, чтобы вы не говорили, площадь там, где Ленин стоит. Да, 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 именно так. То есть, и вот это второй фактор. Третий фактор – это то, что у нас появился новый архитектор, Анна Анатольевна Полеха в городе, и, в принципе, ее одна из задач – это тоже развитие публичного пространства в городе Николаеве, и площадь ей тоже была интересна. И она понимала, что этот конкурс архитектурный, в принципе, она будет его заказчиком и будет создавать. И работа этим началась, но мы, как агенция в этой ситуации, решили ей помочь и, в принципе, совместно подумали, что архитекторы – это люди, они профессионалы, они разработают интересные какие-то концепции, но главные пользователи и главные выгодополучатели этого пространства – это люди, жители города. И так как, возможно, нет времени и особых ресурсов сейчас проводить большие социологические исследования или как-то по-другому вовлекать людей, мы придумали такой интересный современный формат. С хорошим мотиватором, между прочим. С хорошим мотиватором, интересный такой вовлекательный вариант, да, то есть, чтобы люди все абсолютно, мы не ставили никаких профессиональных ограничений, возрастных ограничений или других ограничений, все абсолютно жители города и, возможно, даже прошлые жители города, знаете, которые себя чувствуют в душе николаевцами, могли поучаствовать и, ну, приобщиться. Я хочу свою идею уже предложить. Как нужны эти идеи? Потому что для начала скажу по поводу той мотивации финансовой. Это первое место – 10 тысяч, второе место – 7 тысяч, третье место – 3 тысячи гривен, поэтому хорошая мотивация точно. По поводу идей, как их необходимо формировать на листик, там, не знаю, в доковском файле? Да-да-да. Когда, как я сказала, условия участия максимально простые, это было задачей такого конкурса, поэтому, в принципе, у нас есть сайт соборная МДА МКЮА, на сайте есть все подробные правила, там, в принципе, есть положение, которое принято было на уровне агенции о проведении конкурса. И там есть простая заявка. В заявке должно быть обязательно название идеи, короткое описание, а может быть не короткое описание, если оно длинное, его можно загрузить дополнительно файлом, и минимальное одно изображение. Притом мы не ограничиваем то, что это должно быть уникальное изображение, да, это может быть просто какие-то референсы, ссылки на то, что вот вы хотите там видеть. То есть даже если это уже в других городах реализовано, то можно это тоже присоединить? Да-да-да. Но описать это идеей прилагательно непосредственно к площади нашей, то есть не просто там, вот хочу, как в Нью-Йорке. Нет, надо понять, как это будет реализовано непосредственно в нашем пространстве. И зачем оно нам, Николай? И зачем оно надо нам, да. Понятно, это уже ближе к нам. По поводу идей, я смотрю, до 13-го, 11-го, то есть до следующего месяца, есть возможность присылать эти заявки. Есть уже участники? Да, на самом деле мы вот только, наверное, сегодня, завтра загрузим уже первые те, которые прислали. А то есть они будут по ходу предоставления уже и выкладываться в Нью-Йорке? Да, мы хотели сделать из этого еще дополнительное информирование людей, чтобы не просто это был какой-то сайт, все за секретом до 13-го ноября, но именно поэтапно выкладывать. Нам уже пришли некоторые заявки, где-то 3-4 непосредственно уже готовые пришли, и порядка 15 заявок на уточнение информации. Люди, которые более профессионалы, они там запросили подробные размеры, там аэросъемку, некоторые дополнительные материалы, которые они хотят... То есть им для 3D-моделирования необходим еще материал. Ну, возможно, каких-то дополнительных визуализаций. По поводу вот этих, скажем так, по поводу реализации, каким образом будет реализовываться, то есть как люди смогут проголосовать, возможно, или будет какой-то жюри, который будет проголосовать? Да, то есть в принципе мы решили сделать такой достаточно простой вариант выбора победителя, это жюри, решили уйти от голосования в интернете, оно всегда сомнительно, и потом возникает много вопросов, так как призы денежные, мы хотели максимально какой-то, знаете, четкости и понимания, будет жюрист соформирована до конца октября во главе точно с Александром Федоровичем Сынкевичем. А также туда войдет наверняка Анна Анатольевна Полеха, главный архитектор, ну и еще ряд компетентных людей, я думаю, они будут большие, там до 7 человек где-то, и в принципе мы его тоже озвучим список, и вот после 13-го, когда будет завершен прием заявок, мы соберем несколько раз жюри, они ознакомятся со всеми заявками, и где-то 20-25 ноября мы уже будем знать победителей, которых мы торжественно вручим призы, и дальше будем, мы как агенция создадим вот эту общую концепцию совместно с нашими экспертами на тему того, вот что люди хотят, как это видят и вообще как это можно интегрировать. А дальше это уже управление местобудование архитектуры будет, оно сейчас уже работает над положением, и будет дальше объявлять профессиональный архитектурный конкурс, в котором будут участвовать только лицензированные архитекторы или компании, для того, чтобы разработать уже непосредственно то, как оно будет на месте, с размерами точными и с ценой, сколько это будет стоить. По поводу трех мест все-таки интересно, почему? Потому что чаще всего, когда организаторы платят все-таки деньги и за первое, и за второе, и за третье место, за три идеи, то, соответственно, за идею, которую купил, надо и реализовать ее. А площадь у нас одна, то есть первое место только будет реализовано, вторые две идеи куда один? Мы, в принципе, во всех наших объявлениях и правилах акцентировали внимание, что все три идеи и, возможно, даже все идеи будут так или иначе интегрированы в концепцию и дальше представлены в общей картине. То есть это не обязательно, что вот только первое место будет реализовано. Мы максимально, это призы, первое, второе, третье место, оно для поощрения участия, для того, чтобы мы увидели, какие идеи самые, знаете, такие популярные будут в сети, будет какое-то, возможно, неформальное общественное голосование, которое можно провести с помощью социальных сетей. Ну и, соответственно, то есть это все идеи, они больше с целью исследования и понимания, что жители города хотят видеть на главной соборной площади. А уже потом, как оно будет реализовано, мы посмотрим, но будем со стороны агенции лоббировать, знаете, вот принятие тех идей, которые были самыми-самыми. А по поводу площади, поскольку вот одна идея, то мне оказалось как? Ну это либо, как говорили, фонтан, либо какая-то еще там статуя, либо еще кто-то или что-то может быть. Я так понимаю, что сейчас в планах это полностью изменить всю площадь, даже вот эту парковую небольшую зону. Ну, идеи есть разные, честно скажем. Мы начали в рамках агенции, мы реализуем сейчас проект по реконструкции центра города в целом. То есть это такие первичные, концептуальный уровень проектирования, и в том числе и площадь, да, дальше мы будем работать с соборной улицей. Идеи есть разные, мы уже работаем с киевскими архитекторами, экспертами по урбанистике, и они тоже видели видение свое. Мы делали клаверу Бандейс, на котором люди тоже высказывали, что они хотят. Да, свое мнение. Были очень разные и сумасшедшие, но и адекватные. Поэтому сказать точно, как она будет выглядеть, наверное, сейчас не знает никто. Поживем-увидим, но очень хотелось бы, чтобы площадь не просто благоустроили, но непосредственно изменили ее как-то функционально, подумали о том, как она может больше быть использована, потому что на данный момент она реально не является таким, знаете, популярным местом для встречи людей, для проведения там свободного времени. Максимум это вечером, потому что там есть кофе, все стекаются в то место. И то больше проходит через площадь на Флотский бульвар. Но вот так сказать, чтобы оно было сейчас супер популярно, и надо только немножечко улучшить, наверное, нужно максимально очень много постараться приложить усилий, потому что пока на данный момент это пространство, оно не имеет какой-то идентичности. То есть, подводя итог сегодняшнего, скажем так, разговора, можем сказать, что завтра, уже либо послезавтра, то уже некоторые идеи будут на этом сайте. Да, 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 так что мониторьте, мы будем из этого делать максимально новости, чтобы привлекать внимание людей, и мы очень хотим, чтобы все неравнодушные жители города поучаствовали в этом конкурсе и высказали свое мнение. Ну что ж, участвуйте, участвуйте, еще раз участвуйте. Ну а я нагадую, что сегодня спілкувалась с Евгеньем Юдулько, организатором конкурса Организации публичного простора в месте Миколаеве. Дякую вам. Субтитры создавал DimaTorzok